Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Напротив меня Антон Русских, депутат Гордумы. Добрый день. Добрый день. Продолжаем тему дневного разворота сегодняшнего. Очень активно обсуждалась тема возвращения исторических названий, переименования, наименования нового улиц. До сих пор все думают о том, как, собственно говоря, правильно формулировать этот вопрос. Но давай на этом не будем заостряться. Я хочу тебя спросить, в курсе ли ты того, что сейчас происходит, потому что эта тема была твоей именно темой. Ты был одним из инициаторов, но основным инициатором проекта по изменению наименований улиц. И вот сейчас «Единая Россия» занимается тоже этим проектом. Буквально неделю назад была пресс-конференция, где «Единая Россия». заявила о том, что будут изучать мнения горожан, используя такие объединения, как ТСЖ, ТОСы. По тому нужно, не нужно возвращать исторические названия. И Алексей Вершинин, представитель «Единой России», сказал, что одно из важных частей этой деятельности он видит в том, что будут просвещать население горожан в плане истории нашего города. Тут же общественное движение «Суть времени» приветствует желание депутатов Кировской городской думы разобраться в этом вопросе и призывает всех объединиться. То есть объединиться все партии, видимо, и «Справедливую Россию», и «Единую», и других, и общественные организации для того, чтобы провести общественный опрос кировчан. «Специальная процедура его проведения должна полностью предотвратить любые подтасовки». Это, видимо, камень преткновения. И, в общем, судя по эфиру дневного разворота сегодняшнего, «Суть времени» и «Единая Россия» не сходятся здесь во мнении. В том, как нужно изучать, для чего нужно изучать. Еще раз говорю, «Единая Россия» позиционирует, что таким образом будет проводиться просветительская работа. «Суть времени» говорит о том, что это просто пиар. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я двумя руками за. Если «Единая Россия» удастся донести до горожан идею, почему нужно возвращать историческое название, то я буду только рад. У меня нет и не было никогда сомнений, что исторические названия улицам все равно будут возвращены. В этом году, в следующем, через два года, через три года, при следующем составе городской думы. Но эти названия будут возвращены исторически. И улицы получат те названия, которые носили до 30-х годов. Когда у них эти названия, в моем понимании, незаконно отобрали и присвоили название улицы в честь революционеров, которые ходили по локоть в крови, которые разрушали храмы, которые убивали своих сограждан. И я не хочу, как бы, и уверен, что многие горожане меня поддержат, если и до них донести эту информацию. А я думаю, что они будут думать точно так же. И что считаю очень важным, у нас всегда город Вятка, город Киров, был всегда глубоко верующим городом. У нас было всегда много храмов, у нас много прихожан. Позиция любого верующего человека не может быть другой. А не может верующий человек, православный человек, не может считать, что улицы, на которых он живет, могут носить имена людей, которые разрушали храмы, расстреливали священнослужителей. Видимо, не так много православных людей у нас в городе, раз волна возмущения, и часть людей, которые против, она практически равноценна той, которая за. Просто зачастую люди считают, что носить крест и ходить в храм и жить на улицах, названных в честь людей, которые надругались над церковью, это, в общем и целом, совместимые вещи. Я считаю, что эти вещи несовместимые. Не может верующий человек жить на улице, названный в честь человека, который надругался над храмами, который сжигал иконы, который расстреливал священнослужителей. Я не хочу сейчас возвращаться к Сергею Мироновичу Кирову и вспоминать, сколько священнослужителей он там лично расстрелял или в присутствии его расстреливали, и какую он лепту внес в это во все. Но как верующий я не могу с этим смириться. Хорошо. А как ты относишься к тому, что «Единая Россия», по сути, забрала у вас, у «Справедливой России», у тебя лично проект по возвращению наименований улиц? Я считаю, что это не предмет политического торга или политической деятельности. Я всегда говорил о том, что это не политический вопрос. И без разницы, к какой партии ты относишь себя, это всегда была идея таких организаций, как «Суть времени», это коммунистическая партия, которая пыталась это всегда перевести в политическую плоскость. Это не политический вопрос. Это вопрос исторической справедливости, да. Это вопрос религиозных убеждений, да. Но никак не политических. Если эту инициативу внесут представители «Единой России», я буду только рад. Я скажу огромное спасибо партии «Единая Россия», несмотря на то, что какие-то политические взгляды у нас расходятся. Скажи, пожалуйста, то, что переименование улиц может явиться таким предметом политического пиара, не внесет ли раскол в общество? То есть вот то, что предлагает сейчас «Суть времени», то, что предлагает «Единая Россия», то, что они не могут сойтись в едином пары, если слиться для того, чтобы изучить общественное мнение, каждый преследует в любом случае свои интересы. Это разве позитивный момент? Без этого вопроса возвращения исторических названий у организации «Суть времени» нет задач и нет других проблем. То есть я не знал, что такое «Суть времени» до этого вопроса. Как только он затих, я точно так же забыл про эту «Организацию суть времени». А «Организация суть времени» существует до тех пор, пока существует вопрос возвращения исторических названий. Ничем другим они там заниматься не хотят. По каким причинам? Не знаю. То есть либо эта организация существует только для сугубо этого вопроса, потому что по другим каким-то вопросам я ихнюю позицию, такую ярко выраженную, не слышал. Соответственно, какие разногласия? Есть мнение, еще раз говорю, если они там состоят из атеистов, но мы видели, что эти атеисты сделали с нашей страной, сделали с религией, сделали с православием. Но мы не знаем, кто там в составе этой организации. Ну, я еще раз говорю, я не верю, что верующий человек, человек, который носит крест на груди, может как бы смириться и считать, что можно жить на улицах, названных в честь людей, которые надругались на церкви. Я тебя поняла. Я напоминаю, что трансляцию, прямую видео и аудиотрансляцию вы можете слушать и видеть на нашем сайте и хакирова.ру, а также можете присылать свои вопросы Антону Русских, особое мнение, которое мы сейчас слушаем, на наш аккаунт в Твиттере, Твиттер, аккаунт вызван, 43, присылайте, пожалуйста. В Министерстве регионального развития РФ прошло первое заседание организационного комитета, посвященное подготовке к празднованию юбилея города Кирова, который намечен в 2024 году, не намечено, уже состоится. И основной темой для обсуждения стал план мероприятий, связанных с подготовкой к проведению празднования юбилея, и на реализацию которого из федерального бюджета будет направлено более 9 миллиардов рублей, около 10. Вот скажи, обозначенная сумма, это много или мало? Добавили или ужали бюджет, потому что обсуждаются разные варианты, или это та самая сумма, которая была заявлена изначально? Я считаю, что нужно брать то, что дают, начинать даже с этой суммы. 9 миллиардов — это фактически годовой бюджет города Кирова. Если дополнительно эти деньги будут выделены из федерального бюджета, то от этого город только выиграет и станет красивее, лучше, современнее, как угодно можно это называть. То, что эта сумма будет увеличиваться, у меня нет сомнений. Как только начнется реализация всех этих проектов, я думаю, что будут корректировки. Мне кажется, это замечательно. Город получит практически 10 миллиардов дополнительных денег из федерального бюджета, которые пойдут на благоустройство. Ты посмотрел этот проект? Он состоит из двух частей. Я видел все. Первая часть, давай, для слушателей напомним, кто не смотрел, хотя в СМИ прошла эта информация. Первый блок мероприятия включает в себя культурно-массовую просветительскую деятельность. И на культурно-массовую просветительскую деятельность предусмотрено в бюджете общей сложностью 200 миллионов рублей. Остальные деньги пойдут на реконструкцию и ремонтные работы в городе. Правильное разделение средств, ты считаешь? Какой блок более важен? Я считаю, что те работы, которые невозможно на сегодняшний день сделать за счет городского бюджета, за счет нехватки денег в городском бюджете и в областном тоже. Для этого как раз эти деньги и нужны. То есть модернизация дорог, инфраструктуры, строительство, реконструкция парков, домов и многое-многое-многое чего. А мы реально увидим, как наш город преобразится на эти деньги. И я считаю, что можем сказать, что еще раз, замечательная новость. Если это будет все реализовано, то отдельное спасибо руководителям области и федерального центра за выделение этих денег. Вот в свете происходящего, в свете того, что мы готовимся к юбилею и того, что выделяются деньги, появляются новые проекты и новые инициативы. Альберт Хлюпин, директор политологического музея, предлагает парк Аполло, который ты знаешь, и все мы хорошо знаем, превратить практически в динопарк. Не тот, который в Котельниче, а еще один дополнительный динопарк, в котором будут кафе, в котором будут аттракционы, развлекательные мероприятия будут проходить. Это глобальный, я бы сказала, даже коммерческий несколько проект, потому что не просто социальный, он требует больших вложений, и в связи с тем, что там будет кафе и различные аттракционные представления, он несет под собой какую-то коммерческую основу. Мало того, Альберт предлагает построить над улицей с Паской большого шагающего динозавра, а на его на вершине сделать кафе. И вот буквально в нашем эфире тоже вчера он говорил, что и вообще хороша бы идея создания музея естественной истории в Кирове, который бы под своей крышей собрал и аквапарк, и планетарии, и исторические объекты динозавров, и экспозиции всех наших музеев, такой глобальный, серьезный объект. Как тебе нравятся вот эти идеи? Нет, идеи хорошие, вопрос только в малом. Где на это взять такую сумму денег? А вот, пожалуйста, из бюджета, который к юбилею, например, нам выпишут. Я думаю, что тогда нужно подготовить просто не в общих чертах, а конкретную смету, бизнес-план. Я думаю, что внести на рассмотрение рабочей группы, которая это рассматривает. Но насчет динозавра над Спаской не знаю. Но появление дополнительных каких-то музеев, наверное, это хорошая идея. Я буквально два дня назад был в Стокгольме. У них в городе порядка 80 музеев. То есть в одном городе соизмеримо, то есть 800 тысяч населения, то есть не намного больше, чем в городе Кирове, больше 80 музеев. Все это замечательно. Вопрос, где взять на строительство деньги. А во-вторых, еще такой вопрос, как содержание, в перспективе содержания этих музеев. Если вместе с идеей инициативная группа предложит и скажет четкое понимание, где взять эти деньги, то я считаю, что это замечательная идея. Если, кроме идеи, нет какой-то содержательной части, тогда, знаете, и идеи-то могу накидать, устанеть и писать. Ты как бизнесмен, ты представляешь себе вот эти объекты, которые я сейчас перечислила, объектами, которые могут быть прибыльными и, соответственно, которые могут привлечь инвесторов? Я считаю, что на самоокупаемость они не выйдут никогда. А это 100%, ну не 100%, но в каком-то процентном соотношении дотационные проекты, и нужно понять, из какого бюджета их датировать. Потому что, помимо того, что туда нужно вложить, я еще раз говорю, это еще нужно содержать. То есть это электроэнергия, это обслуживающий персонал, это коммунальные услуги и много еще чего. Соответственно, при таком бюджете, который имеет Кировская область и город Киров, такие проекты не жизнеспособны. У нас много музеев, которые на сегодняшний день находятся не в самом удовлетворительном состоянии по причине того, что не хватает денег в бюджете. Взвалить на себя еще один музей, я не знаю. Ну, то есть, опять же, нужно понять, если мы на что-то выделяем деньги, то мы что-то урезаем. То есть, если они скажут, где это можно урезать безболезненно... Может быть, закрыть все эти музеи, собрав их под одной крышей, и это будет более эффективно? Ну, вопрос заключается в том, а зачем нам строить тогда там новое здание, если... У нас нет планетария, у нас нет аквапарка, у нас нет серьезного объекта вот такого современного, как есть в Стокгольме. У нас есть... Ну, там есть и маленькие музеи, то есть, не обязательно... То есть, никто не собирает их под одной крышей. То есть, они могут быть там... Не знаю, там... Буквально неделю назад они открыли там музей группы АБА. Да, ну, то есть... То есть, можно все, что угодно. То есть, идей хороших много. Все упирается только в одну простую вещь. Где на это взять деньги? На строительство и на содержание. Если эти деньги есть, там, в городском или областном бюджете, ну, замечательно. Но мне почему-то кажется, что этих денег, к сожалению, нет. И это не вина кого-то либо. Ну, вот так сложилась там на сегодняшний день ситуация. Там и сборы и в областной бюджет хромают, насколько я там могу там видеть. Вот. И в городской бюджет не все так хорошо, как хотелось бы. Соответственно, там, идеи можно предлагать. Но, там, прося денег, нужно там еще и предложить, как бы, откуда их взять. У кого-то нужно их забрать. Понятно. Но, там, я не вижу, как бы, там, у кого можно там... Ну, вот кое-кого забрали деньги, которые человек должен был. Дело гендиректора Биахимзавода прекращено, как ты знаешь. Уголовное дело в отношении Дмитрия Пантелеева было возбуждено в конце прошлого года по статье уклонения от уплаты налогов. Дело сейчас закончилось. Дмитрий Пантелеев признал свою вину и перечислил в бюджет Российской Федерации 114 миллионов рублей. Как ты оцениваешь результаты этого дела? Вообще, сам прецедент? Что это такое? Сигнал бизнесу? Какому бизнесу? Добросовестному, недобросовестному? Всем вообще? Ну, я считаю, что... Досудебное решение любых дел это нормальный цивилизованный путь решения проблемы. То есть никто не ставил задачу, насколько я понимаю, из результатов обязательно привлечь к уголовной ответственности виновного. Стояла задача разобраться и устранить ту недоплату, которая была. Она устранена. Соответственно, никаких вопросов и претензий к Дмитрию Николаевичу, насколько я понимаю, нет. По этой причине было дело прекращено. Мне кажется, это замечательное решение. А по поводу сигналов? Ну, сигналы у нас уже идут на протяжении последнего года. То есть о том, что нужно платить налоги, нужно соблюдать закон. И тогда ни у кого никаких вопросов к вам возникать не будет. Это, опять же, цивилизованный способ организации бизнеса, взаимоотношения власти. На твоем веку в бытность бизнесменом часто так заканчивались подобные дела? Ну, на самом деле, не так часто. Обычно все-таки они доходят до судов, что, мне кажется, в экономических делах не так обязательно. То есть главное разобраться и устранить недоплату. То есть я, к сожалению, не могу по конкретному делу рассуждать, потому что я не знаю деталей. Может быть, это вина бухгалтерии. Зачастую некорректная уплата налогов это же не вина руководителя. Не всегда. То есть есть бухгалтерия, может быть, что-то напутали, что-то неправильно исчисляли, неправильно произошла уплата. Ну, разобрались. Там ни у той, ни у другой стороны претензий нет. И, слава богу, там это самый замечательный результат, который может быть. Еще одна новость, которую предлагаю обсудить. Информация такая. Из-за роста акцизов на алкоголь регион теряет доходы. И вот уже 50 миллионов потерянных бюджетных средств мы можем исчислить. При этом предлагается повышать штрафы за самогонное варенье, которое жуткими темпами сейчас развивается. Сейчас штрафы за изготовление спиртных напитков в домашней выделке составляют 500 рублей. От 500 до 2000 предлагают увеличить суммы до 3-5 тысяч рублей. Это депутаты наши областные предлагают. Ты как относишься к введению увеличения штрафов? И как тебе нравится тенденция к сокращению выплат с акцизов по вот как раз алкоголю? Ну, если начать с акцизов, это говорит о сокращении употребления алкоголя. С этой точки зрения это хорошо. Это положительный фактор, безусловно. То есть если мы, скажем, через год снова встретимся и снова будет такая же тенденция, это будет говорить о том, что люди стали пить меньше. Потому что никто не говорит, Антон, никто не говорит, что в данном случае важнее. То, что сокращается количество питья, это тоже под вопросом, потому что вроде покупают меньше легального алкоголя, но производят больше нелегального. И просчитали ли потери такие бюджеты, которые бюджет сейчас несет в связи? К счастью или к сожалению, не видел статистики об увеличении самогоноварения. То есть где там эти цифры, откуда они взялись. Я не вижу как бы там сильного удорожания алкоголя. То есть он же там за последний год не сильно вырос в цене. Ну, для кого как? Для кого-то водка раньше стоила 50 рублей, сейчас 170. Это за год вот так вот произошло. Я, к счастью или к сожалению, не являюсь любителем водки и не могу сказать, сколько она стоит. Но мне кажется, что за год такого роста не было. И это, опять же, не вина акцизов. Соответственно, мне кажется, что это хорошая динамика. Что касается штрафов за самогоноварение, я всегда был и, наверное, останусь сторонником ужесточения наказания за любые правонарушения, потому что наказание это... Штрафы это правильное наказание, то, что их повышают, или какие-то другие должны быть виды наказания? Нет. Чем больше штраф, тем меньше желания будет у людей нарушать закон. Слова о том, что мы не должны людей делать огромные штрафы и ставить их на порог выживаемости. То есть не нарушайте. То есть не нарушаете закон, не платите штрафы. То есть во всем мире за правонарушения большие, огромные штрафы. А самогоноварение это серьезное правонарушение. Соответственно, я не говорю об уголовной ответственности, но большие штрафы, я считаю, что это оправданно. Действенная мера. Я считаю, что вопрос выявления, если будут точно так же эффективно выявлять и наказывать, я думаю, что в следующий раз человек задумается, стоит ли ему этим делом заниматься или не стоит. Ничего в этом страшного нет. Никто не ставит, не переводит это в попытку зарабатывания для бюджета или для государства в виде штрафа. Штрафы огромные вводятся не для того, чтобы получать деньги, доход в бюджет, для того, чтобы люди не нарушали закон. Чтобы человек лишний раз задумался. А хорошо бы, чтобы была статистика, сколько зарабатываем на штрафах и компенсируют ли эти заработки потери в связи с уменьшением денег, выплат денег по акцизам. Ну, на самом деле, очень, мне кажется, хороший пример, это как раз видеофиксация, которая заработала в городе Кирове и количество поступлений поступлений в виде штрафов. Просто там... Побольше камер по всему городу для того, чтобы фиксировать алкоголиков можно было. если мы в первые месяцы видели по видеофиксации просто там огромное количество нарушений и большое количество выписанных штрафов, но потом пошла динамика вниз, просто люди стали меньше нарушать, потому что они знают, что если он заедет за стоп-черту, ему придет штраф. Не нужны там полицейские, там сотрудники ГИБДД, тебе придет штраф. Если ты превысишь скорость на этом участке, тебе придет штраф. И штраф большой. И сейчас люди уже, если мы посмотрим, на этих перекрестках стоят там, где они должны стоять, превышение скорости в тех участках уже намного меньше. Я считаю, что самая главная цель в этом во всем. Опять же, не зарабатывание денег для бюджета, а для того, чтобы люди не нарушали. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после чего вернемся в студию и будем продолжать слушать особое мнение Антона Русских. Возвращаемся в студию Светлана Занько и Антон Русских. Особое мнение, которого сегодня мы выслушиваем. Больницы будут составлять черные списки пациентов. Оказывается, вот если ты записался в электронной регистратуре и не снял свою запись вовремя, если ты забыл, если ты не успел, по каким-то причинам не было интернета под рукой, ну что угодно. Вот после нескольких таких лжезаписей, когда человек не является в назначенное время на прием у врача, человека могут лишить права пользоваться сервисом на полгода. И вот эту возможность сейчас прорабатывает правительство Кировской области. Ты считаешь, действительно настала такая необходимость создания подобных черных списков? Или такие черные списки несут под собой какую-то опасность или несправедливость? Нет, я считаю, что это абсолютно справедливо. Если ты договариваешься с кем-то на встречу и не приходишь, и не звонишь, и не отменяешь встречу, то это в любом нормальном обществе вызывает как бы отторжение. и там с тобой просто общаться не будут. Нет ничего там проще позвонить, написать и отменить прием. Потому что это неуважение не только к врачу, но и неуважение к другим людям, которые не могут попасть в этот день на прием. Потому что ты за собой это время оставил и не удосужился даже позвонить и сказать, что я в это время прийти не могу и отменить этот заказ. То есть если человек не уважает ни врачей, ни общества, то почему общество и врачи должны его уважать точно так же. То есть там это знаете там если раз крикнуть пожар, два крикнуть, на третьих никто не среагирует. Вот и здесь точно так же. Если вы сейчас говорите о том, что вот черные списки появятся, а как если вдруг мне будет плохо, как бы а думал ли ты об этом, когда не отменял свой прием? Я считаю, что это абсолютно адекватная мера и это в первую очередь нужно как бы и врачам и тем пациентам, которые добросовестно записываются и добросовестно приходят на прием ко врачу. Ничего страшного там сделать один звонок или там зайти точно так же в интернет отменить прием никакого труда не составит. Я думаю, что любой человек даже супер занятой в состоянии найти 2-5 минут для того, чтобы отменить свой прием. Вот и все. Хорошо, а в курсе ли ты, что Дмитрий Матвеев раскрыл свой мобильный телефон и выложил его в открытый доступ для того, чтобы все желающие, все граждане могли ему позвонить и нажаловаться на какую-то поликлинику или больницу? Мне кажется, Дмитрий Александрович все-таки поторопился. Это такой отчаянный шаг. Он заслуживает только уважения и аплодисментов. А вот что, если депутаты в нашем севере сделают то же самое? Я не готов. Но ведь один день в месяц на три часа для приема граждан это же мало очень. Я так скажу, вот за этот год у меня несколько было приемов граждан в приемных. Попробую угадать, сколько людей пришло на прием. Не представляю себе. Я вот все хочу к нашему депутату. Ни одного. Именно потому, что это один день и не всегда это удобно. Записаться нужно заранее. Понимаешь? Один день в месяц, а не тогда, когда у тебя проблема вот сейчас возникла. Ну, для этого существует опять же приемная и для этого есть телефоны. Ведь это же очень плохой признак, что к депутату люди не идут. Наверное. Наверное. Но там никто не мешает. То есть необязательно лично приходить. То есть можно письменно обратиться к депутату и изложить эту проблему. Зачастую в письме мы более лаконичны и более конструктивны, чем в диалоге. То есть я считаю, что форма написания в письменном виде она более эффективна и более удобная. А что происходит, например, с теми деньгами, которые выделяются депутату для того, чтобы он работал в своем округе с избирателями. И вот никто не обращается, к тебе не обращается со своими просьбами благоустроить то или это, помочь в том или в этом. И в конце года деньги такие, получается, неизрасходованные. Что депутаты делают? Сами ищут проекты? Ну, я так скажу. То есть мы уже на эту тему много говорили и много протестовали. На этот год большинство в городской думе приняли решение о том, что деньги выделяются только депутатам-одномандатникам. И к ним тоже, может быть, не ходят люди? Ну, я не знаю, ходят к ним или не ходят. Ходят только к теме, у которых есть деньги? Мне и многим другим депутатам, которые прошли по партийным спискам, никакие деньги не выделяются на решение задачи избирателей. Послушай, это ведь очень любопытно узнать. Вот граждане не ходят к вам, депутатам, которых денег нет. А ходят ли они к тем, у которых деньги есть? Может, к вам не ходят именно потому, что что с вас взять? Я думаю, что нужно задать этот вопрос депутатам-одномандатникам. Может, у них очереди в связи с наличием денег из бюджета. Надо будет задать. К нам не ходят. Видно, знают, что денег нет. Нужно задать этот вопрос. Не знаю, насколько близка тебе тема лесопереработчиков и вообще нашей лесной отрасли. Я сейчас не про Киров лес говорю, а про то, что действительно стала проблема у лесопереработчиков в связи с железнодорожными перевозками. Давно достаточно были повышены тарифы, причем так были повышены, что вывозить, например, лес в Финляндию с которой у нас давнишние коммерческие связи стало невыгодно. И вот теперь лесопереработчики просят дать им скидку в 5-6 процентов. Она не очень такая серьезная, но хотя бы это они просят для того, чтобы наладить все-таки трафик транзита нашего леса, продажи нашего леса в ту же Финляндию. Причем, насколько я знаю, обсуждают это долго и как-то так тихо и даже со страхом, потому что боятся подойти с этим вопросом к РЖД и не знают, как они отреагируют. А проблема-то давно существует. На самом деле 5-6 процентов это очень мало по поводу того, что боятся подойти к РЖД, да потому что бесполезно к ним подходить. Они там не решают и не будут эту проблему решать, к сожалению, потому что у них не стоят задачи сохранения или помощи бизнесу, а у них стоят корыстные интересы зарабатывания денег. Они зарабатывают эти деньги. Вот и все. А в любой цивилизованной стране существуют дотации для такого бизнеса. В том числе и на транспортные перевозки. А РЖД, с учетом того, что он является монополистом, выкручивает руки как хочет. Вот и все. Потому что другой альтернативы доставить лес нет. То есть раньше был там сплав леса, сейчас это понятно, что никто ничего не сплавляет. Там автотранспортом это будет еще дороже. Соответственно, остается только РЖД. Ну, там, хотите, покупайте, а хотите, не покупайте. Вот и все. То есть для них, несмотря на то, что это государственная компания, для них там интереса государства не существует. Они видят это в том, что нужно зарабатывать денег для компании. Вот и все. И они их зарабатывают. То есть вот этот шаг лесопереработчиков, вот они собрались в Вятской торгово-промышленной палате, они пытаются привлечь, кстати говоря, в рамках форума предпринимательства на Вятке, как я вижу сейчас, то есть пытаются решать в рамках такого форума такую серьезную проблему. Вот это показатель чего? Я форум ни в коем случае не пытаюсь как-то принизить. Это очень хорошее и важное дело. Но почему на форуме? Почему не как-то по-другому? Это от безнадеги, я считаю. Ну, потому что пытаться, наверное, нужно, но там, ну, можно, наверное, там головой об стену. Я считаю, что это бесполезно. И РЖД ни на какие там уступки не пойдет. Ну, то есть, я не знаю, если только президент им не прикажет. У нас же там в нашей стране только президент может решать такие задачи. Ну, то есть, там, все остальное невозможно. И никто не достучится там до РЖД. Я там больше, чем уверен. Грустно. Согласен. Грустно. Последние три минутки у нас осталось. Напоминаю, что особое мнение Антона Русских мы сегодня выслушиваем. И вопрос такой. Кировчанке грозит до пяти лет тюрьмы за незаконную прописку в своей квартире граждан Узбекистана. Вот такая новость прошла буквально вчера по всем СМИ. Я понимаю, что для Кирова сейчас этот случай редкий. Но если мы обратимся к опыту Подмосковья, Сочи, Питера, Нижнего Новгорода, вот посмотри, что творится. В Питере последнее предложение использовать внутренние войска для борьбы с нелегальной иммиграцией предложил депутат Петербургского ЗАГС Собрания Андрей Анохин. По его словам, сил полиции ФМС уже не хватает. Город утратил систему контроля над мигрантами. В Москве с 1 января 2015 года граждане ближнего зарубежья вчерашняя тоже новость по московскому эхо была. Граждане ближнего зарубежья будут въезжать в Россию по загранпаспортам. Об этом сообщил глава ФМС Константин Ромодановский. Говорит, что наши партнеры должны это понять, потому что ситуация выходит из-под контроля. В общем, много где. В Кирове понимают, что эта тема тихая, даже мы не берем ее в дневной разворот, например. Но мне кажется, что пристальное внимание к этой теме должно уже возникнуть у заинтересованных органов. У тебя, как у гражданина, как у человека, как у жителя Кирова, есть по этому поводу какие-то волнения или нет? Мы достаточно давно с тобой на эту тему разговаривали по поводу эмиграции. Вот здесь в тех примерах, которые ты привела, нет Дальнего Востока. А на Дальнем Востоке уже на сегодняшний день есть целые микрорайоны куда полиция просто не заходит. Уже там засилие такое китайцев, что там просто уже туда никто не суется. И это как бы там не может не вызывать опасений. Нужно с этим бороться. И опять же, возвращаясь, пять лет там суровость наказания, она в первую очередь нужна для того, чтобы люди не нарушали закон. Если там одной за такое дадут пять лет, следующие будут задумываться, а прописывать ли, то есть осознавать ли такую сложную обстановку в городе и рассуждения, да там от одного человека ничего не изменится, заработаю я на нем чуть-чуть, а как мне там выживать, оно здесь не подходит, потому что так же и на Дальнем Востоке думали. А потом оказалось о том, что китайцев больше, чем русских. Я понимаю, что это для Кировской области пока не актуально, но закон-то у нас един на территории всей Российской Федерации, по крайней мере, хочется на это надеяться. И опять же, приведу пример, в Швеции меня тоже вызвало удивление за издевательство над животным, причем несильное. Как ты думаешь, сколько наказания в Швеции животного наказания? Я знаю, что оно существует. До трех лет лишения свободы, до трех лет тюрьмы за то, что ты обидел животное. То есть вроде бы маразм, но вопрос заключается. Вопрос ответственности. Конечно. То есть когда человек будет думать, что за то или иное правонарушение он получит три года или пять лет, он будет задумываться об этом и будет подальше держаться от этих правонарушений. Нам, к сожалению, придется сейчас закончить наш эфир. Время истекло. Граждане, будьте бдительны, не нарушайте законы. Такой вывод. Не нарушайте закон, это сто процентов. Будьте добрее, соблюдайте закон и все будет хорошо. И будет вам счастье. Спасибо. Это было особое мнение от Антона Русских, депутата Кировской городской думы. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. Особое мнение на 101FM.